ума ёб твою мать кому-то жбан пробили по ходу огнетушителем вот света перевели даже смотрю эти буквы от цвета мои глаза болят он говорит что для того чтобы зреть спасение это стекловидная плоть в моем черепе не нужно я с радостью вырежу ее не позволю им искажить восприятие моей божественной миссии там случилось с головой на тут шахты наверно нет тоже да я не особо-то умею играть то есть трупах мне кажется да мое отражение в черной крови нашего наблюдателя шепчет что-то я должен спасти их из этого ада дать им выспаться закрыть их в тех же светлых снах что видел я чё-то тут чувак походу перед тем как достать плоть решил написать всякую смотреть за тем как не у захватывает дельту волнующее занятие это эти еще полгода назад меня бы это без обеспокоило я бы поручил гойе ивану счистить эту черную кровь с машин теперь же ее корочка словно дополняет я бы даже сказал улучшать дельту ну чего-то еще полезного я не вижу очень надеюсь что я ничего не пропустил потому что обидно сюда опять возвращаться лишний раз ибо тут приходится ну типа воду откачивать чтобы проникнуть выходите в океан а значит видимо нам нужно настраивать аппаратуру здешнюю местную вот эту видимо я поймал некий сигнал так этого робота вроде нигде не видно а на зелененькой что там сигнал нет значит на желтую понятно блин а чё за цифры вот эти я понял наверно только пятерка на твою мать это он да я просто не знаю он опасен или нет на всех случаях ну вроде зелененьким светится спереди ладно 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 а где еще комп какой-нибудь есть сигнал установить что это такое и гранаты мы были ну вот собственно доставка да радио нет подожди вот 049 до циферин в пути надо торопиться надо ждать ух ты смотрите к подолазе к дождям это определенно цепей по-любому смотрите какая хреновина на нас как будто два глаза и гигантский мозг даже сигнальные огни по-моему работали вон сейчас подключим к трейн чеха угрозы нет для дельта ну вы так сказали перед крушением конечно это цепилин логичное название как думаете я довезет нас даты это грузовой транспорт их используют для перевозки грузов между станциями тех которые не влезают на шаттлы конечно довезет хочу защититься на наше устройство это часть умнее инструмента пришлось разбираться на и все значит знаете как работает надо раздобыть новый чип и переключить его не толкнете меня в направлении ближайшего хранилища чипов думаю проще всего взять чип из робота что стукнуть робота по голове и украсть у него чип в ящике сказано там есть шоковая дубинка можно попробовать слушайте я не хочу никого бить как то уж чересчур это же просто робот саймон так и мы тоже вроде как я достану чип я бы выдвинул по какому-нибудь нехорошему роботу плохому ну блин мне бы этот ствол или что это эй ака ну видимо надо шарахнуть ну вон он летает нет это наш а ну по нему можно шарахнуть подожди но я же видел тут другого вот он подожди а может сзади под красками на всякий случай или это зад уже его мне кажется это его зад тут еще денек сегодня да бойцы и в этом гостюме шутка мне его жалко все-таки мне нужен отпуск надо поговорить с айкерсом правда айкерс это тот айкерс который он аудио сообщение да забудешь за меня словечко нет это нехорошо конечно я просто шучу а че блин погодь чувак ты мне нужен вау вау а он я думал а он безобидный в целом да че ты ее выронил эту пушку подбери ее пригодится ладно ты сможешь куда она пьется был уже да ёпки тельнах вот пипец не ну я найду но просто обидка да я вот туда по моему да ведь я мог грохнуть нашего но я не стал ладно да да спасибо не залитесь ладно нам был очень нужен чип иначе и застряли бы тут а вы бы могли вот так убить робота да я тоже к ней привязываюсь я не чудовище но здесь иного выхода не было он говорил в смысле он бредил но казался искренним ну что ж я уверена все хорошо неужели он так отвечается от нас я просто начинаю осознавать по-настоящему осознавать я робот разве мы это не обсудили думаю я это уже знал проснувшись на эпселоне просто гасил себя мысль вроде как мозг не хотел чтобы я об этом думал а сейчас не думать об этом уже трудно да может вы переключатель щелкните чтобы мы пошли дальше а да конечно вот это пипец пипец подолаз и говорящий компьютер просто вот какое будущее мы заслужили сейчас опять что-нибудь взорвется и мы в ящик бы залезть посмотрим отлично управились саймон мы немножко отошли от дельты но теперь снова на маршруте да нам надо прибыть на грузовую платформу рядом с тельтой потом мы зайдем внутрь соберем дамбет и спустимся в бездну 4000 метров долгий путь но волноваться не о чем в дамбет ковчег можно пускать хоть в марианскую впадину по тисках выдержит отлично а потом мы можем начать слушать когда говорят другие потому что в этом смысл диалога ну что эм простите я просто все время думаю во что мы превратились очевидно же что мы больше не люди но как я тогда могу осознавать себя саймоном как вообще могу что-то чувствовать ведь фактически у меня нет ушей нет рта да господи даже думать об этом жутко я ведь издаю звуки что-то там говорю еще как хорошо скорее всего ваше новое тело обладает теми же чувствами что были у вас когда вы были человеком и ваш разум которому известен лишь один способ восприятия мира применяет эти чувства к вашему новому облику и значит мой разум защищается делает вид что все по-прежнему иначе вы бы наверное не смогли взаимодействовать с миром и тогда бы либо умерли от стресса либо сошли с ума а значит я нашел уравновесие между знанием и незнанием выходит лучше об этом не думать или мысли наоборот помогают может ли выйти так что я вдруг что-то пойму и доведу себя до безумия я бы об этом не беспокоилась я к тому что у нас есть дела в реальном мире человечество спасти вы помните? кстати говоря мы приближаемся к Тетти я высуну инструмент опять таки не забудьте взять меня с собой Кэт пока вы тут помните в капсуле вы говорили про искусственный интеллект ну да этот он наблюдательный это не вы виноваты в том что мы стали такими ненадежные и это как раз в его стиле я думаю что начался он но действует неосознанно Саймон объяснить как мысль от машины очень сложно лучше думайте про то как на Тетти попасть хорошо? увидимся good bye я честно говоря подзабыл даже какова наша цель пипец ну реально ну типа Тетти и все такое доступен буфер данных ааа страски будите доктора мастерс мы несем Акерса что такое? да как сказать день у него тяжелый боже мой как ему досталось до досколков не у его всего из кромсала брендан отключи переключатель на костюме надо кислород поберечь шутишь что ли? да он на ладан дышит надо его перевезти страски готовьте лазарет надо поторопиться стоп где комары и остальные? это все кто есть они наверное еще на дельте эмма я один не смогу ты иди с другой стороны страск готовы или нет мы идем ладно до встречи есть у нас еще включено? меня все слышат? говорите что внимание всему персоналу проект Ковчег вызвал в последние месяцы немало разногласий и я не стану делать вид будто понимаю что там нес Сарант и с какой стати ему понадобилось убивать себя ради непрерывности послушайте бога ради черта ради да чего угодно ради не убивайте себя здесь и так дерьмово не надо заставлять друзей за вами кровь вытирать а вы покойтесь с миром хорошо? отлично сэр что же коллеги представление окончено за работу текст что ж мы по-прежнему на дне это все да? спасибо Катерин стоп я уже тут? эй я так беспокоилась что что-то пошло не так как вас зовут? Робин Бат наладчик со станции ТЭТА рад знакомства Робин не слышно ни хера а откуда вы? меня просканировали как и остальных а потом я себя убила по крайней мере я так думаю сама не помню а как так получается вы попадаете в ковчег после смерти? ого да вы явно не стета сейчас угадаю омикрон я сомневалась что Катерин сможет вас просканировать вам повезло вы дайте об этом много говорили смысл в том что когда вас активируют в ковчеге вас фактически становятся двое так? один человек и один компьютерный образ вы не хотите чтобы вас пережила ваша копия вы сами хотите выжить в ковчеге если ваш человеческий облик умрет перед началом сканирования или вскоре после него вы продолжите жить в ковчеге потрясающе да? это Катерин вам предложила убивать себя Катерин Чун? нет вы не понимаете она просто сканировала нас и помещала образы в ковчег надеюсь я скоро с ней познакомлюсь и смогу извиниться я всегда досталась от Светлана Мэйра когда кто-нибудь убивал себя думаю она не в обиде а где все? я думала тут будет человек 40-50 я не знаю если увижу кого скажу вам Рубин я не знаю как вам сказать что? это ну да это здорово правда? и я про ковчег да здорово Катерина и ее команда молодцы они всех нас спасли увидимся хорошо я пойду если кого найдете скажите хорошо только ты это слышь? ты робот кстати удачи авторизованный персонал ой а это рычаг я думал туда руку всю воде а а ты чё так сложно как сложно жить боже открыть сейчас будет что-то интересное древние врата остаться незамеченным не получилось смотрите-ка работающая камера до ух ты елки я испугался это моя рука а там не все еще это канал сейчас чё-то со звуком можно без у кого есть тут сопровождение что ваш кайтрин мы нашли тату это что видимо такие вот музыка такие полуразбитые стекла их видимо можно разносить подожди-ка . дверь вроде бы не порежешься осторожней хотя ты водолаз компьютер game please так отойди надеюсь ты не живой хотя бы а то сейчас скажешь их раньше я был унитазом теперь стал креслом замечательных высоких технологий все-таки вебком блин как у меня кстати было вот же кэтрин на связи да у вас тут много разных машин и кроме взрывы какого-нибудь это чем такой особенный это единственный транспорт который может погрузиться в бездну и не смяться в лепешку если он такой один как вообще ковчег оказался в бездне хороший вопрос видимо они пошли сложным путем пешком не думал что и так можно кэт а каково находиться в ковчеге это как кино виртуальная реальность нет конечно же это но как настоящая жизнь только немножко лучше приятная температура чистый воздух хорошая погода и что все в ковчеге ходят притворяясь что они в реальном мире а делать виды не надо там полное погружение и он сама поддерживает да если прикрепить к зонду солнечными панелями то можно выживать тысячи лет потрясающе подумать только всей земле конец а мы тут теперь идем чтобы спасти остатки человечества это это подвиг как минимум достойное дело вот и он дамбет а чёрт так и знал что то будет не так что такое он на карантине минуту нам нужен код доступа все плохо ну как сказать на бумажках мы их не пишем может тут кто-нибудь есть и он нам скажет да будем надеяться я открою вам другие двери чтобы вы могли осмотреть станцию надо найти кого-нибудь кто знает код только так мы сможем запустить данные так а эту штуку оставляем понял вид персона пошла на осмотр так достаем мед книжки быстро ну тут засада ждать любому какая-нибудь блин блин сколько дверей то ёкарный страх ещё чё-то найти тут надо среди этого всего может кто выбросил секретный код доступа в мусорку какой-нибудь придурок типа меня нет целая станция я думаю тут нечего нам искать нам нужно найти что-то такое здесь такой беспорядок все заброшен бессмыслица какая-то ясно же что вы желаете лучше всего на 5 кэтрин отсюда говорит всем хана видимо наступил гай конрад вот это жутко эрик 43 микроволновая радиация что за хрень где все если это не вариант то куда бы вы пошли наверное на лямбду или микрон лямбду мы уже видели так что пожалуй микрон все пипец принести что-нибудь на память загни нет просто вспоминать да о гантельки сколько там килограмм очень сомневаюсь что вы найдете здесь что-то полезное не видно на ногу упала ну ладно ага ну смотрите-ка она говорит что типа не ищите там там мои личные вещички трупаки есть вроде бы нет какой-то геймерское кресло прям давайте тогда побыстрее комнатки глянем сейчас по-любому хрень вылезет какая-нибудь поэтому я открываю дверь смотрите-ка здесь уже не все так чисто твоя мать твоя мать что там это из-за того что кровь увидел типа блин я прям представляю вот вы одни просто ходите с какой-то говорящий чипом говорящим и там в конце коридора выходит сейчас такая фигня давайте кинем туда мячик какой-то помидор по моему не мячик хорошо посмотрим записку но мы все равно все умрем я пойду ва-банк поставлю на саранга и непрерывность что кэтрин почему ты молчишь а ты спроси кэтрин скажите а зачем я все время сую руку в непар какого чёрта вы творите да знаю выглядеть не очень но с этим мне гораздо лучше помогает сосредоточиться это вы к Нилу подключаетесь мне нужно понятно без этого я бы далеко не прошел просто пошли может быть мне не надо этого делать реально подожди а как никак ну ладно известно сейчас наш что-то будет ждать там в конце лифт а это не лифт от шкафчики подожди на назад получается да то есть другую другое место вот сюда смотрите как кресло какое-то видимо робот стоматолог здесь я себя сканировала и остальных наверное тоже вы не помните ну и скан был первый надо было проверить сканер прежде чем раздавать обещания да понятно что проверьте терминал хочу убедиться берк а стереть данные смотрите кто же дата сканирования 20 ну причем 15 как и мы не а 97 как я дата смерти 21 что это откуда у вас мэй файл один из шаблонов доктора лучше устаревший образ это он это он ну вот и все это хорошо проект еще в разработке так что так странно столько дней а что теперь с неделю мы с полом будем тестировать после займемся программой лечения ну вау вы еще раз что не должно сказать я вернусь у нас живой мы все подготовили это мы говорим да наш герой поручились доктор пик и профессор вай отличный нос лекарства практически те же будете принимать аспирин по утрам и в общем все пол разработал диету там разные варианты советую попробовать можете продолжать физиотерапию и довольно кардио раз в два дня хорошо они все так просто не волнуйтесь тут нет сложностей мы будем вас осматривать раз в неделю и если что сможем изменить план модель была надежная должна была сработать вы не виноваты дэвид как бы я хотел чтобы все вышло иначе да я тоже я хотел спасти вас ну зато вы мой мозг и записали может пригодится вам еще да кто знает а вы не против если я в своей работе использую конечно это же можно сказать что из меня сохранится как донорский орган знаете что хуже всего смерти что авария все что было потом травма мозга вы все вот это я даже жить насыщенность начал думать о том о чем раньше было не досуг я никогда еще так не сыном в жизни да на трассе то есть блин он отдал как бы свой мозг да ну эти знания типа что за устаревший образ старый шаблон для созданий любой уважающий себя инженер их уже не использует но они хороши для обучения они часть набора для разработки значит образ моего мозга стал шаблоном для искусственного интеллекта гордитесь вот и все то не магии не путешествие во времени я все время был здесь ждал когда кто-нибудь загрузит образ моего мозга в костюм и нажмет кнопку питания прикол просто образ его мозга а все что было после блях ты муха ёпта это получается реальный мозг подожди это реальный мозг умер а остался образ мозга но он тоже как бы сознание то есть это две личности уже практически получается то есть реальный наш герой тип умер да ну то есть именно с мозгом ладно а страски ответьте нужна помощь в лаборатории комната сканирования что случилось конрад убил себя после сканирования господи как маузером что мне делать я должен сказать стромейру не надо пожалуйста я почти закончила стромейр закроет проект я не виновата что люди убивают себя кэтрин что вы предлагаете вы же не будете тайком выносить из лаборатории тела в 120 кило ну да кэтрин вы в порядке совсем нет с кресла можно что-то сделать видимо нет идем дальше добро пожаловать ко мне когда я начала проект ковчег я тут практически живу уютно так тут что-то в проблемке хорошо идем сюда здесь я хранила образы для ковчега а не похоже на мой устаревший образ нет ваш более плоский если можно так сказать менее динамичнее спасибо прямо гора с плеч о а что это поломан сломан ну так наверно как то он будет выглядеть более красиво не поломанный или нет я просто не в курсе ой 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 может вот этот нет ой 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 может вот этот все ники ровенько выглядят вот вот этот отлично целый чип памятник если повезет извлечем из него код доступа так что что теперь назад возвращаться или где к доступа извлекать не тут случайно по тасс 2 до еб забываю здесь закрыто было подождите ли куда идти то я просто не в курсе что наверно назад мы искали ну типа от доступа а что там не забыл просто комнаты только не блокируйте все двери хотя что-то блокирует тут же есть вот это окно не волнуйтесь я разберусь толкан как сходить дождя терминала в лаборатории потеряли связь mainframe перезагрузить и маршрутизатор внизу уилл внизу хорошо хотя мы и так над ничего бояться а внизу это где подожди-ка как это сейчас секунду тут лестниц никаких нет кто-то еще дверь ну поглянул это что у нас о да спасибо страна ир очень полезный отчет тихая подручный слушает что случилось как будто предупреждение какие красивые звуки надо идти туда какие красивые значения надо идти туда чтобы отдать когда и и и Продолжение следует...